Привет, народ! Где я? Я в лагере Дервала. Вот где я. Поставьте лайк за лагер Дервала. Просто так. Он превратится в синюю фигню. Просто сделай это. Просто сделай. А ещё добавляйтесь, друзья, вконтакте. Подписывайтесь, если вы не подписываете. Mass Effect. Жду. Хочу Mass Effect. Где Mass Effect? Я до этого ждал Outlast. Думал, что 16-го запилят, потому что был слух, что 16-го Outlast или там 18-го. Не знаю, не важно когда, потому что всё неправда. Он будет 25-го апреля. И тут ты такой, господи, март запор. То есть я думал, март будет классным месяцем. Оказалось, что март дерьмо. Ну, ладно, Mass Effect это тоже. На самом деле, Mass Effect это офигенная игра. Я её жду, потому что Outlast это часов на 6-8. А Mass Effect это на 60-80 часов. Всё, мы пришли в лагерь Дервала. Чёрт возьми, а лагерь серьёзный. Правда, там охранников всего двое. Серьёзный лагерь с двумя охранниками. И это, видимо, это Татошка. Берёшь лук, стреляешь по цепи. Господи, они похожи на ассасинов. Посмотрите на этот платок. Куда он делся? А, вот. Я думал, сейчас они просто появились и исчезли. Присядем. Можно потише музыку? А, спасибо. Спасибо моему пальцу, который сделал потише. И да, сегодня я выспался. Сегодня вообще огонь. Поэтому, на самом деле, я проснулся в 6 утра. Такая история. Проснулся в 6 утра. И... Нормально. Пытался уснуть час. В итоге заснул. Проснулся в 10-30. Вот такой. Эм? Постой. А, всё, всё, всё. Цепи сделал. Давай, петушок. Работай. Давайте освободим друг друга. Петука под названием Татошка. Блин, они вообще быстро его повредили. О, нет. О, нет. Оно ищет на меня. Чёрт, чёрт, чёрт. Я не так хотел. А то ты должна атаковать их, а не меня. Давайте уйдём скорее из поля зрения. Если уйти из поля зрения этой тваря, то она и бить не будет. Ах ты, сука. Я тебя для чего освободил? Мразь. Почему? Джанго, почему я сделал тебя свободным? Чтоб ты меня бил? Кстати, вы освобождаете Джанго? Он такой хозяин по голове дубины. Вот это было бы веселье, правда? В итоге Джанго сидит где-то там. Давайте отбойную стрелу. Кстати, мне говорили, купи уже лук с отбойными стрелами. Я купил. Довольно? Нихрена. Вот это вот все отбойные стрелы. Ладно, это забивать тут, понимаете? С ней все как бы очень сложно. Серьезно, это просто огонь. Это читерские стрелы. Они разбивают броню этих тварей просто в хламину. Серьезно, эти стрелы просто в хламину размножат все. Дело, кстати, не в стрелах. Они привязаны к определенному виду лука. А если человек так выстрелить... То есть их нельзя просто купить, эти стрелы. А можно только лук купить, правильно? Лук карха тьмы. И вот к луку карха тьмы прилагаются такие стрелы. Верей высокоточный лук карха тьмы. То есть, понимаете, здесь все не так сделано, что ты просто купил стрелу и бегай с ней теперь. Показывай ее всем как писюн. Нет, нужно лук правильно еще прикупить для этого дела. Глубокая игра, глубокая боевка. Насчет боевки у меня не было претензий изначально. Как только увидел вообще возможности в плане боевки, сразу был такой, окей, это мой клиент. Сейчас нас стрелим. Видимо, я стрелял теми стрелами из-за этого. Пожалуйста, нет, не на меня, не на меня. Нападай на них. Че-то нафиг почему? Ну, блин, они просто идут проверять. Бери, оно идет проверять. Че оно не к ним идет? Давай, Петушидзе, умирайся. Отлично, все машины типа разведчики. А, то есть я убил всех машин разведчиков. Окей, молодец. Давайте освободим эту тварь. Только уйдем из-за поля зрения обязательно. Постойте, выстрелят уже, господи. Я не знаю, почему я не могу пробить ему стрелы. Стрелы, цепи. Что ж не так с этими цепями? Все, машина, ты свободна. Нужно только уйти. Чтобы она не захотела меня напасть и убить. О, черт, нет, спасибо. Нет, не бей меня. Не хочу. Давайте снова использовать. Мои любимые пробивные стрелы. Вот мои новые любимые стрелы. Я теперь буду использовать их все время. Все, Пушкин, у тебя больше нет? Тварюга. Хотел верхние транзисторы выстить, но, к сожалению, транзисторы не получилось. Я хотел его повалить на землю своим мощным ударом, но тоже не получилось. Ну, сейчас транзисторы чувствую собью. Да, сбили оба. Ну, тварь долго лежать не стала. А, нет, один, один транзистор. Сейчас второй собью. Может быть. Ну, сейчас может второй транзистор. Еще, да. Да, получилось. А, нет, уклоняйся от дара током. Больно. Бери, бери. Опа. Быстрее, быстрее. Заводись. Черт, азим. Даже пулемет не спас. Быстрее, быстрее. Черт, азим. А. Все, добивай. Там еще куча, кстати, осталось этих засранцев, которые из племени. Где наши чуваки, которые должны, по идее, их раскидывать. А, нафиг нам вообще, чуваки? У нас есть оружие лиходея. Так, терминатор готовится к бою. Черт, азим, мне бы как-то пройти здесь еще. Выпускайте машины. Стреляйте в цепи. Пам-па-па-па-па-пам. Пам-па-па-па-па. Ребят, мы зря в кучу встали. Мне стрелять так проще. Черт, ази, ладно, моя... Моя смелость куда-то ушла. После того, как в меня выстрели сразу 10 стрел. Я попадаюсь убить вожака. Да, я прошел этот сложный путь вновь. Действительно, хотя это и так, и так увлекательно. Убийство вожака! Мы качали способности, качали ее не зря, чуваки. Просто я думал, что там будет уже финал игры, и качать ничего не нужно. Оказывается, да, игра постоянно открывает перед нами новую игру. Ничего, возьми. Идзо-сранцы просто встали в кучу. Как бы их прищучить. Причем так, чтобы как следует. К сожалению, даже... Ах, кстати, осталась одна тварь. Давайте ее вызволим. И посмотрим, на что это повлияет. Хотя, к сожалению, твари не особо помогают. Эти засранцы, эти туземцы, они еще сильнее. Почему стрела постоянно? Она косила. Сбоку, сбоку заходи. Нельзя давать врагу обморвать. Они что, меня спалили? Да, кстати. Какого черта, ребят, вы меня запалили? Это вообще несправедливо. Нужно скорее зелье. Кай еще жив. Давайте сбежим, сбежим. Эх, не застревай. Моя любимая часть в играх типа Хорайзена, это когда-то застрял. Хотя в Ведьмаке тоже застревать не было порядочно. Ну-ка. Эээээ. Получай в голову. Хедшот. 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 Почти хедшот. Их много. Лучше не целиться. Лучше просто стрелять. Просто тупо стрелять. убер мощные стрелы не знаю что они делают с этими стрелами но они черт возьми сильно получать до электричества оба уклонения и поставит на этот 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 чувак аренд это ты ты мой друг аренд я тебя ведь не буду можно вернуть себя хорошо вести да вы знаете я не могу не лутить даже во время боя такой я уродился лучше и в печи не будешь бухать что-то немножко просчитался возьмите как и дико сильный то есть я не ожидал вроде как и уровень невысокий по крайней мере этому задание 20 какой-то там нет не 2 даже 15 на 15 уровне тут вам вообще делать нечего то ли они подняли уровень сал ну бойцов здесь кстати нет ощущения прокачки то есть узнать как вы рак ты качаешь ты стоишься сильнее у меня нет чувства что я стал сильнее вообще у меня такое ощущение что я стал только слабее может если раньше просто раскидывал всех и вся теперь я никого раскидать не могу несмотря на то что я вроде бы прокачался вроде бы должен ставиться сильнее даже здоровье не сильно поднялась было 200 с чем застало 300 вся разница в том что есть раньше могли выдержать один удар теперь мы выдерживаем два удара конечно это огромная разница сарказм нет это не огромная разница вообще не разница но окей ладно какая-то прокачка на самом деле это можно все списывать на хаткорность то есть так и задумано это хаткор ну наверное я это и сделал просто спешу на то что да так быть и должно то есть играть должно быть действительно вот так вот сложно хотя враги на самом деле не особо умные животные прикольные мне они нравятся до сих пор крафтим ниточки всякие я что-то еще хотел ах точно хотел открыть мои любимые сундуки например достать камни из этого ладно больше камни мне не нужны потому что к сожалению их очень много ловушка не вмещается секретом ящики были ценные вещи еще ценные вещи тоже не смотришь что в ящик просто берешь огромный список того что я взял ладно посмотрим где эрза эрза ты где не могу найти кто-нибудь видел эрзу ребят кто-нибудь видел эрзу нет ладно где-то здесь она есть в доме ярма что-то здесь похоже на дом ярма такой вот скайрим для японцев постой там растяжка отступи давай назад назад на нема не действует звук странный парень как будто бы не видел куда я делся серьезно он не видел могла торчит за ящика давайте отбойную стрелу в него пустим посмотрим как ему отбойная работает действие здесь не счет возьми хотя ладно не от не особо если честно посмотрим может быть огненный может немножко огоньку почему-то я не выстрел посмотри что эти что тебе вообще не нравится по-моему тебе все нравится ребят да может вы поможете может вы не будете просто кричать перед может вы просто нападете на засранца потому что пока что я тут дерусь один он куда-то отступает ах ты его отвлекли вот оно что и под мы почти его добили куда или же наверняка там надо прорваться что же а затычки для ушей конечно легче легкого вот чем они защищаются от этого жуткого звука затычка технологично я еще не обобрал засранца алё я не обобрал его ну что думали я так не обобрал огнедых берем хочу выстрелить попробовать ну-ка извини извини видимо она понравилась звуковой он взять что ли может что-то не поняли ну ладно она кстати даже не выстрелил хотя видимо она постоянно дает звук и не дает не дает спокойно думать я представляю каково и было наверняка она или глухали мертва после каких-то звуков он мало знает почему ты не взяла меня я должен был пойти пусть я никчемный пьяница но это был обман я знала что это ловушка потому не взяла тебя чтобы ты не попался просто я переоценила свои силы думала что справлюсь послушай дырвал сделает меридиане что-то страшное сказал ават увидит как дым застилает его обожаемое солнце ты нужен королю игры закончились пора быстро становиться взрослым понял обещаю смотри выполни еще один потенциально классный персонаж соболезную надо найти дырвала на меридиан такой большой я бы не сказал осмотрю его вещи может найду зацепку хотя ладно по строению с деревней нора он действительно большой я не буду спорить ну посмотрим странное устройство красиво сделано записывающее устройство так темно я ничего не вижу если включить давай от косей скажите что делать лапочки что сказать я даже не знаю да что угодно я просто хочу услышать твой голос и сохранить его я спою папа ла 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 хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе рабочие записи из мастерской письмо вложено Он переправлял в город Огнижан Найдем его Найдем и Дервала Ладно Запись кстати вообще абсолютно беззапитная Я бы не сказал что Дервал плохой человек После такой записи Кажется я что-то обнаружила Нам надо вернуться во дворец Иди Я догоню Я должен позаботиться о сестре В любом случае Это часть создания образа персонажа То есть злодей не должен быть просто злодеем У него должна быть душа, чувства То есть любое злодейство должно быть оправданно В фильме или же в игре Ну по сюжету в общем-то То есть любое злодейство должно быть более-менее оправданно Да мы до сих пор Помешать и Дервал уничтожить Меридиан Что же Как город будет безопасности Ладно мы пока идем к этой самой Безопасности Так что давайте пока что Пойдем к этому костру Можем телепарт Нет не можем А вообще не можем Ладно Оказывается нужно выйти из лагеря Выходим Мы тут все подобрали Опять ночь Почему игра такая темная? Потому что ночь? Почему Евген? Почему ты? Почему у тебя круглые сутки светло Евген? Потому что у меня есть такой инструмент под названием лампа Я понимаю не у каждого есть Россия бедная страна Не у каждого здесь есть лампа Не все знают что это Но существует если что с конца 20 века В том виде в котором мы знаем Сори А с конца 19 Электрическая лампа с конца 19 века Я очень удивлен что у вас до сих пор Такой нету Это странно Ладно А теперь я могу? Да Теперь я могу Кстати вот накрафтил себе этих быстрых сумочек для путешествий И все в принципе я в начале игры накрафтил их штук 15 И все И там находил еще В общем-то я редко фаст тревелю Так как постоянно путешествую в новые зоны И особо фаст тревелить тут некуда А даже если ты фаст тревелишь Ты находишь новые сумочки Так что в принципе Эй Такое легко Легко все это дается Ладно Отправляемся во дворец И остановим там переворот мини-теста Чем игра закончится? Какой будет финал? То есть они перезапустят гею И все станет хорошо? Ну вернее перезапустят гею Они уже не могут Она уничтожена Может они могут ее воссоздать В общем хочется узнать Вот к чему разработчики подведут концовку К чему В чем смысл вообще концовки Какой месседж Какой посыл мы увидим Вот что я хочу узнать Дворец Господи Они расступаются передо мной Уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Какой я почетный гость Хотя может я перед теми так выступаю Я не хочу гадать, лучше не задавать лишних вопросов, ну что там можно расстроиться. Постой, получается король у нас всех принял, или он ночью не принимает? Смотрите, даже очереди нет, всё чисто. Никого, только я иду на приём. Я как-то налогом так ходил. Нужно всем сообщить. Если тебе или племени что-то понадобится для её похорон, ты только скажи. Рад тебя видеть. Всё, а тут я в растерянности. Обрести надежду и снова её потерять так... жестоко. Слова теперь ни к чему. Эр завелела найти Дервала. Вроде он говорил что-то про небо в дыму. Расскажи, что ты нашла? Письмо. О том, что на местный склад отправили партию Огнежара. Только адресат не Дервал, а некий Эйлунд Кузнец. Вам это ни о чём не говорит? Нет, вообще. Звучит знакомо. Да, домовладелец. Озерам скупают дома в городе, и среди купивших был и он. Сейчас вспомню. На краю Плоскогорье, рядом с храмом. Там была лавка, но можно сделать и склад. Если под этим именем скрывался Дервал, он может быть там. Понятно. Разберёмся. Я иду туда. Эрен, стой. Твоё племя ненавидит Дервала сильнее прочих. Кланы дали бы за него хорошую цену. Взять его живым? Чтобы ты за него поторговался, как на базаре? Мы должны всеми средствами поддерживать мир. Если появится возможность, возьми его живым. Считай это приказ. Элой, пару слов. Можно? Да можно, можно и нужно. Эрэнд не стал рассказывать подробности о гибели Эрзы, что вполне понятно. Но только дело в том, что я теперь не могу ни о чём другом думать. Ты была там. Она мучилась? Ну, как тебе сказать? Она думала о вас. Вы ведь не будете об этом спрашивать. Вы ведь не об этом спрашиваете сейчас на время. Она думала о вас. Я хочу проявить глубину своего сердца. И, чуваки, я не плачу. Что-то у меня от носа глаза просто мошнят, потому что... Я странный человек, у которого проблемы с носом связаны с проблемами глаз. Как-то так. Своей боли она не боялась. Она переживала за брата. Переживала за вас. Спасибо, Элой. Мне всё-таки важно было это услышать. Что она думала обо мне? Разыщи Дервала и доставь сюда. Клянусь, он за всё ответит. Хорошо. Но только он не единственный, кто угрожает Меридиану. Надо поговорить о затмении. Потом. Обещаю. Вот оно. Переходим к теме, но король плавненько ускользает. И такой, нет, ты вначале мне помоги, а потом там разберёмся. Ладно, идём проверяй дом. Где дом-то находится? Я имею в виду конкретно где. Ну, вроде... Большой, кстати, склад. По карте видит. Посмотрите ещё раз, какой просто огроменный склад. Вот есть это... Да даже вот это маленькое. Крыша может превратиться в склад, а можно складировать нелегальный сыр, мясо из Европы. Наверняка он просто занимается контрабандой бананового сока. Я не думаю, что он делает что-то плохое. Ну, там пытает людей иногда. Это не страшно. Мы все это делаем. Рано или поздно. Когда жизнь заставляет. Ладно, идём на склад. Где склад? 100 метров, а я его не вижу. Давай поговорим. Это будет ярко, его беседа. Ярко, как ты моя звезда. Не, извини. Давай потом. У меня тут очень яркие сюжетные квесты. Я пока не хочу с тобой разговаривать на эту тему. Уже говорили. Да, да, да. Всё, завались. Заткнись. Заткнись. Вот он. Музычка как будто нашёл в сокровище. Ты здесь нарвал? У нас для тебя сюрприз. Мне кажется, мы какой-то бабки сейчас ворвались. Он повесился там? Что за верёвка? Хотел повеситься. Что за зелёная жижа? Это что? Да, это огни жажда, кстати. Это бомба? Какая-то маленькая. Хватит, чтобы нас убить. Ладно. Умолкаю. Что если попытаться её разобрать, она взорвётся? Что с ней, собственно, сделать? Это бомба. Сделано искусно. Действительно касание. Хорошо, я понял. Не трогать бомбу, чтобы она не взорвалась. Давайте прыгать на бомбе! Ура! Да, я понимаю, это было... Это было совершенно неод runners. Если бомба внизу взорвётся, всё будет как он и обещал. Дым затмит солнце, а город утонет в пламени. Мы должны это предотвратить. Давайте попробуем. Если от него как-нибудь избавиться, взрыв будет куда слабее как если от него как-нибудь избавиться взрыв будет куда слабее если бомба взорвется весь огнежар вспыхнет как его избавиться куда его нужно здесь получается так что она взорвется или как кстати неизвестно когда должна взрываться то есть может тут часовой механизм вот мы просто скинем его в воду и давай ребек из разного 0 хорошо грубые силы это я могу и что спасем город надеюсь но как упадет сразу беги потому что тут же сработает детонатор в бомбе а мы и выживем может и нет толкай зынк готова бомбанула так бомбанула получилось мы не дали дер валу уничтожить беридиан это не все он хотел заставить авады смотреть ну нет дер валу не попасть во дворец но он охраняет а что если он уже там и все куплены а я осмотрюсь может люди дер валу оставили какие-то следы это будет как убийство ланнистера давайте парни идите охраняйте дворец вам я верю вы были со мной достаточно долго чтобы вам поверить обычно я верю людям которые были со мной какое-то время то есть вот если только что встретил человека который начинаете говорить не надо доверять знаешь не доверять друзьям друзей это важно я сразу начинаю думать так ему что-то от меня надо он явно пытается меня как-то подмаслить посмотрите что-то там есть мне кажется наверху или где-то еще может быть вот эти люди что-то знают гаваш человек асис или просто сис для краткости талана айдаба лиган окей а как мне их допросить я не очень понимаю или их не надо допросить может быть нужно что-то тут пасхамеровать вот оно черт возьми а куда они идут все они идут отсюда окей у меня уже было дюжи приключенец нормал 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 пойдем кстати чуваки сегодня ждите от меня обзор на конга на новый фильм я не думал что не думаю что я должен говорить об этом заранее потому что как вы знаете все может сорваться из то что евген евген идет внутрь еще одно убежище дырвала видимо скрытая книжная полка потому что след ведет куда-то туда может есть от нажать на эту карту нет может есть открыть дверь нет что-то должно быть чуваки понимаете а подвал вот видимо здесь дырвал собрал детонатор где он пробил тоннель в стене где детонатор за туннелем да это чертов тайный ход в город теперь дырвал все таки пробрался во дворец да вот оно что вопрос там ли он прямо сейчас дырвал все по нему выпустил было бы круто не заметил вроде хотя такую громоздкую девушку сложно не заметить я надеюсь я никого не оскорбил назвав назвав ее громоздкой то есть она реально большая люди в этой игре как ты просто здоровая исполина постой как мне а вот оно как вниз нужно лезть вниз вниз то вся самая сложная окей как все таки как мне как спуститься а вот так нужно нажимать черт возьми это все время самое страшное когда на тебя нужно нажимать и ты думаешь делать ли мне это или не делать окей почти на мосту почти я раньше кстати не видел этого тот момент когда вроде бы что то есть в игре но пока тебе это не нужно ты этого не замечаешь видимо это кстати подстраховочная даже есть палочка если ты случайно прыгнешь мимо черт возьми там короля уже двадцать раз могли убить давайте пойдем и спасем короля за короля история осады подземелья ничего хочу стесняться я тут что я тут короля пришел убивать пусть и видят кто зарежет аж маму что-то звучало очень грубо я оставлюсь каким-то злым засранцем чуваки извините эта игра на меня плохо влияет это все horizon это все горизонт нулевой рассвет пытается убить во мне человека и сделать из меня зверя стоять а черт что я творю я просто бешеный идем наверх надо спасти короля история осады подземелья на самом деле единственный хороший фильм увы болу ну действительно если так адекватно его смотреть хороший хороший фильм это история осады подземелья еще хороший фильм постел увы болу довольно забавный фильм постел мне понравился многие говорят что увы болу совсем никчемный режиссер но его некоторые его фильмы с самой иронии дружат это смешно жалкий последыш безумного короля ты отнял у меня право убить твоего отца ну обойдусь тобой приятно посмотреть как карха горят тем приятнее что смотреть мы будем вместе как это будет интересно с меридианом о ват вдохни запах гари и подавись пеплом в глаз опять что-то попало а постой у тебя горелка сломалась а ты не знаешь про бомбу что я ничего не слышал так ты выйдешь окраины задымила нет нет ну и у тебя у тебя и у тебя и у тебя и у тебя отчет один вот они лежат не справились господи вас целая армия профессиональных бойцов вы не справились так хорошо разберемся с дерматой я девка что напала на мой лагерь и обезвредила бомбу вот как но это ничего не меняет я все равно ограблю трон кровью сперва твоей а потом его у тяжелая артиллерия мы тоже можно купить но у меня нет ресурсов к сожалению я подойти к нему не могу серьезно а а да 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 предыдущий раз тоже женщин брать может мы викингши мы боевые женщины еще надо убить бога солнца нормальная женщина должна драться тоже у нас равноправие в этом обществе нет давайте стрелять вот этим мне еще надо убить бога эти места что они быстрее ты начинаешь меня бесить получай застраиваться того застанца мы убили сюда сюда Берутся его бабы. Это ещё не всё. Хе-хе-хе. Победили. Любой мастер озерам тебе скажет. Всегда нужен третий план. Обычно планы в два ночи. Где-где ещё? Да выхватит у него детонатор, ну! А, это не детонатор. Это же детонатор. Это маяк для птиц. Нет, у тебя есть мастер. Постой. О, пришли воробьи. Забей их. Чуть-то возьми. Действительно, с этим луком драться становится в разы проще. У тебя таких много, а у меня много стрел и копий. Вернее, копьё одно, но какое-то. Эти кровожадные красавцы-коршуны. Коршуны, летите сюда, засраться. Нормально, я боялся не попасть. Попадание. Чёрт возьми, драться тебе стало слишком легко. А то было сложно, теперь я просто беру и раскидываю этих засранцев. Я надеюсь, ты любишь такие луком драться. Потому что у меня... Очень люблю, мне нравятся, с ними интересно. Не могу зачистить коршуны, обчистить коршуны. Чёрт возьми. Почти добит. Немножко не добили. Отлично. Ты как их влюблён, что повторяешь их название слова и снова их имя. Их наименов... Чёрт, давайте обчистим ящик, потому что мы мало ли потом вернуться не получится. Зачем возиться самому, если можно позвать коршуну? Действительно. Нет, я согласен с логикой, зачем возиться, если ты можешь позвать коршуну? Но что, да, он всё засранец. Хотя по аудиозаписи не скажешь. Учитывая, что, как он... Хотел просто записать слова жены и дочери. Может, он просто мстит за то, что... За то, что этот король или свита этого короля, или предыдущий король напортачили и убили его семью. Прям как Флинн из сериала «Вне времени». В этом что-то есть общее. То есть он же... Флинн же тоже там как бы не совсем злодей. Он просто хочет семью вернуть. Но методы у него, конечно, хуже, чем у врага. Хотя это не хуже, такие же. Мне кажется, тут музыка из Беттфилда позашла какая-нибудь... Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Коршун. Кстати, скоро выходит дополнение к Беттфилд 1 по названиям. Они не пройдут про французов. Ну и про русскую армию тоже. Вы, по-моему, за царя называется. Вот только когда неизвестно за французов. В течение этого месяца, но когда точно, опять же, неизвестно. Это грустно. Почему они не могут просто анонсировать дату релиза? Это же нетрудно. Все, девал. Попрощайся, жи. Я бы хотел, чтобы тебя прикончила Эрза. Но могу сделать это и сам. Давай, размажи его. Я не боюсь. Хотя ты и тут набортачишь. Как всегда. Давай, отомстим за эти слова. Король, заходит спокойно, когда ничего не произошло. В конце вечеринки. Я знаю, чего ты боишься. Что тебя отправят в источник в цепях. Все кланы в жиле хотят твоей смерти. И они знают, как тебя помучать. Столько будет желающих. В этом ты весь убивать чужими руками. Заткнись. Твою судьбу решит король солнца. Давай, солнышко. Решай. Я жду. А, и помоги мне там потом с этими засранцами. К скархой тьмы. И это, как я понимаю, победа. Дополнительное очко и дополнительное здоровье. Что-то совсем заикался, чуваке. Погреться абандом, рэндом. Погреться с дервалом. Давайте начнем с дервалом, учитывая, что это доп. То есть, мало ли, убью там в какой-то момент. Или казнят, или повесят. И мы с ним не поговорим. Вот это уже будет грустно. Диван, как тебе твои апартаменты люкс? А, Диван, как тебе? Пошла по злорадству. Ну что ж, как видишь, я занят. Чем ты там занят? Серьезно? Я ради этого сюда тащился? Ради того, чтобы слышать, я занят? То есть, ради этого я прошу... Извините, 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 через весь город. Интересно. Интересно. Может, здесь разговор будет... Хотя, черт, а смерч алкоголик. Какие содержательные разговоры. Удивлен, что не про бутылку. Она бы убила Дервала на месте. Точно. Потому она и отправилась к нему, чтобы прикончить. Но она велела мне взрослеть. Было тяжело такое услышать, но... Пытаюсь ей верить. А тот, кто взрослый, делает, что должно, а не что хочется. Так? Нести унылый взрослый туда? Ты меня спрашиваешь? Ты явно постарше. Да, но веду себя как юнец. Ты поступил правильно. Еле себя заставил. И до сих пор хочу потихоньку свернуть ему шею. Ты этого не сделаешь. Ты хороший капитан. Ну, хватит. А то расплачусь. Что теперь, Дервал? Логичный вопрос, что теперь? Что теперь ждет Эренда капитана Амангарда? Отправлюсь ненадолго в жилу. Ну, повидаюсь со своим кланом. Похороним Эрзу, как положено. Как она бы хотела. А это значит, больше браги без трепа. Как я и говорил, о чем еще с ним говорить, кроме как про бутылку? Как думаешь, что Озерам сделают с Дервалом? Мне очень нравится, как они чрево вещают. То есть, они практически не открывают рот. Посмотрите, вот как я говорю, как они говорят. То есть, так люди не разговаривают. Ну, сделайте анимацию рта нормальную. И мне кажется, действительно, проблема с анимацией лиц рта. То есть, это не уровень Ведьмака. Ведьмаки круче было. Четвертуйте. Меня устраивает. Может быть, даже я загляну к нему и напомню, что его ждет. Ну и переключение ракурса в камеру не вся. Нравится. Они какие-то слишком резкие. То есть, он закончил, что-то посопел и камера переключилась. Я так и так не делаю. Что ж. Знаю. Тебе пора. Искать убийц, покорять машины. Дел не в проворот. Камеру нужно... Ракурс камеры менять нужно на движение или на звуки. Когда мы встретились, я думал, повезло этой красотке, что познакомилась с такой важной шишкой, как я. Но это мне повезло, что ты уделила мне минутку. Именно. Ты наконец-то понял. Только не забывай меня. Когда будешь покорять мир. Не хочу говорить это после всего того, что ты вынес. Но грядет новая битва. Нужна твоя помощь. Гелис и его фанатики нападут на Меридианы. Покой нам только снится. Не волнуйся. Я буду в строю. Теперь пора поговорить с королем. С королем. И, наконец-то, может быть, после этого разговора мы сможем... Ох, закончили, закончили. Перейти к сюжетному заданию по уничтожению Аида. Король солнца. Небольшая запись. Вперед, говори. Сказать, что я испытываю благодарность, значит ничего не сказать. Ты спасла мне жизнь. Ты спасла Меридиан. И благодаря тебе убийца будет наказан. Мы сможем оплакать Эрзу, зная всю горькую правду. Не знаю, что бы с нами было, если бы не ты. А в ад. Не надо. Нам нужно срочно обсудить... Я знаю, но ты только выслушай меня. Прошу, останься в Меридиане. Что? Зачем? Ну, во-первых, благодаря твоим усилиям город не сгинул в пламени. Ты сильная, умная, способная. Король понял, что без меня никак. Мне очень нужна такая помощница. Ну, такая скромная улыбка, типа, а? Такая, типа, ну давай, ну... Мне нужна такая помощница. Может быть, ты поможешь мне вечером или даже ночью. Такая помощница, как Эрза. У меня свой путь, я ей не замену. Задумайтесь на минутку, что вы только что мне сказали. Вы потеряли Эрзу, женщину, которая была вашей помощницей и, несомненно, тоже была сильна, умна и способна. Вы были к ней неравнодушны. И предлагаете мне занять ее место. Вот, видите, она на одной волонне. Не, мы понимаем, понимаем вопрос. У вас, Сердзи, впрямь много общего. Она тоже терпеть не могла глупостей. Да, я скучно. Прошу, прими мои извинения. Я опережаю события. Мне нужно время разобраться в своих чувствах. Ты хотела что-то обсудить, правда? Это, как бы, король подумал, что Элой у нас падкая на царских особ, но это не так. Гелис готовит атаку на Меридианы. И это будет скоро. Вот свет солнца. Подожди, нужно сообщить Мараду. Элой, король солнца сказал, ты принесла печальную весть. Ну, да, я знаю. Прошу, расскажи, что тебе известно. Гелис командует затмением, легионом фанатиков. Они скоро нападут на вас с запада. У них есть армия древних боевых машин. Но это не самое страшное. А, что самое? Они приведут с собой существо, бог, бес, машина. Как угодно. Его имя Аид. И ему не нужен Меридиан. Ему нужен шпиль. И если он доберется, он пошлет клич и пробудет другие машины. Столько, сколько нам не победить. Это конец всему. Этого нельзя допустить. Я пытаюсь понять. Но мой долг оберегать жителей Меридиана. Цель не Меридиан, а в ад. Вы должны защитить шпиль. Пошлем авангард, ваша лучезарность. Да. Отправьте их туда. Эрен знает Элой, он согласится. И прикажите стражу укрепить западный кряж. Оттуда они смогут оборонять Меридиан и пламя, где восседает шпиль. Элой. Позволь мне... Позволь извиниться за мое поведение. После того, что случилось с Эрзой, я был сам не свой. Мистер Король, вы немножко жалко выглядите, что тут 20 снилось. Если на суждено сражаться бок о бок, я был бы рад знать, что ты не держишь на меня зла. Не держу. Я лучше. Только больше не путайте меня с ней. Я лучше. Можи короли могут ошибаться. Что ж, хорошо. Я рад, что все в прошлом. Что ж, нам понадобится время на подготовку. Итак, что ты знаешь о нашем... Что это за демонический стендап сейчас был? Не знаю насчет всего, но что смогу, расскажу. Как будто гроб из фильма Дракула взял и поднял его на 90 градусов. То есть это выглядело очень странно. Как я уже говорил, анимации персонажей здесь временами ну такое. И не всегда я могу привыкнуть к ним. Чувство равновесия. Мастерство уклонения. Чтобы сделать долгий курок и один раз нажмите для короткого. О, окей. То есть я могу как следует кувыркаться. Давайте к этому дойдем. Скачаем. Скачаем. Накачаем это умение. Спасти Меридиан. Что ж. Мы, кстати, только здесь не были. Я чувствую, что финальный бой где-то тут был. Я уверен, что что-то вот где-то здесь должно произойти. Мы, кстати, еще в этой части Меридиана не были. Ну да, Меридиан действительно большой, если так посмотреть. Это прям реально город. Только тихо. Не хватало нам еще паники в городе. Геральт. И еще. Обо всем сразу сообщайте мне. Все, петухи готовы. Нам нужно поговорить с безгрешным. Ай, лой. Мы укрепляем оборону на западном кряже и возле шпиля. Послали весть во все уголки дома солнца. Союзники предложили помощь. Одни хотят помочь, другие ожиться. Ну, кто-то придет ради тебя. Меня? Ну, не скромничай. Грядаш, пиль, ээээ... Грядаш, пиль, да... Шпиль. Давайте просто что-то спит. Ну что ж, остается только ждать атаки. Да, и действовать. Да, это чувство не назвать приятным. Но разведчики в знаке вечера сообщают, что на западе тихо. Уже хорошо. Так что, если у тебя остались дела, не теряй время, не зря. Нет, делай никакие. Если же нет, я распорядился подготовить для тебя дом, где жил Олин. Можешь поспать там, если уснешь. Отлично, пойду в дом. А что это у меня за... Постойте, а что это у меня там за кубик? Как будто я что-то пропустил. А, нет, это ават. Осмотрите приготовление на гряде. Осмотрите приготовление у шпиля. Окей, почему бы и нет, раз можно... То есть, как я понимаю, это же обязательные вещи. Пойдем на точку 2 и 3. Надо недалеко. Хотя, на самом деле, туда довольно недалеко идти, но... Раз и надо, так надо. Надо искать укрытие, чтобы не оказаться в ловушке. Хотя, это все допы, но... Думаю, что следует их напомнить. Как я понимаю, это... А, это гряда, окей, аж пить дальше. И где меня осматривать вашу раннюю риту, как бы? А, вот он, вот он. Нет, мне ничего не говорила. Если мне придется драться, я разойдусь по швам. Но не волнуйся, драться будут другие наши, возле шпиля. А я только принес припасы. Эти карха назначили меня почетным интендантом каким-то. Внушительно. Мне тоже нравится. Мы разложим под такими знаменами оружие и лекарства. Это все пригодится тебе в бою. Ты с драться буду я одна, как суда? Когда ты вошла в гору, богиня... Не сказала. У нас есть шанс. Богиня не об этом, как бы. Я не спрашивала. Я знаю, нам это по силам. Может и так. Богиня не об этом, друг. Уже можно взять припасы? Мне как бы они уже нужны. Припасы всегда пригодятся. Куда мне бежать, чтобы добраться дальше? Окей. Посмотрим, кто там нас будет ждать. Опа. Тут кто-то стоит. Кто же это? А, это тоже наши знакомые. Здрасте. В Малищ? Здравствуй, Элуй. Нет. Не кланяйтесь. Избранной не нравится. Еще не нравится, когда ее называют избранной. Я очень рада тебя видеть, Варл. Я дал слово. Ну, что скажешь? Про Меридиан. Я увидел много нового с тех пор, как тебя встретил. Спасибо тебе. Варл, что не так? Правда хочешь знать? Я на чужой земле, на грязной земле, защищаю город безбожников, ни на что не похожий. От чего-то, от чего не могу представить. Да, это такое. После всего, что было, что ты сделала? Вроде бы надо пасть перед тобой на колени, но я знаю, ты разозлишься. Не ударю тебя по лицу. Да, слушай, тяжело тебе. Спасибо, что велела мне кланяться. Только этого мне не хватало. Не сердись на них. Они здесь лишь потому, что избранная велела. И ты поэтому? Нет. Я пришел тебя увидеть, Элой. И мы должны победить беса, потому что богиня сказала. Или ты сказала. Думаю, мы с богиней едины во мнении. Обе рады, что ты здесь. Я тоже. Так-то. Это такой сарказм был. Мда, тяжело себе. То есть, я тут дерусь с всякими засранцами, а ты такой, знаешь, у меня дилемма такая. И ты это слушаешь, думаешь, блин, я держусь с такими огромными тварями, которые могут меня убить. Называют себя затмением. А что это значит? Это когда луна заслоняет солнце, болван. Они думают, это грозно звучит? Не знаю, они из племени Карха. А Карха все время лопутит что-то про солнце и тень. А, ну если они Карха, что они нам сделают? Ага. Их воины наряжаются как птицы. Мы им перья повыдергиваем. Вы уж не зазнавайте, Элой. Все повторяется. Впереди битва. Только на этот раз враг вооружен куда лучше. Справимся. Что у них там за армия? Из патухов? Точно не знаю. Но их будет много. И у них будут машины. Если они прорвутся, гибель ждет не только Меридиан. С ним погибнет весь мир. Вот это уже и вредно. Так. Это по нашей части. А, парни? Где всегда Авангард? На передовой! А почему? Сталь, прочни железо! Что будем делать? Будем пить холода, пока они ручут! Молодцы! Слышала? Авангард никого не пропустит. Сразимся за город. Авангард! Из-за тебя. Долго думал. Спасибо, Эранд. Эрза бы гордилась. В случае победы. А, то есть... То есть ты еще сомневаешься. Ребят, вы какие-то скучные. Вы даже сомневаетесь в своей победе. Я был более высокого мнения в вас. Что-то мы еще не осмотрели. Там 90 шагов до этого что-то. Кстати, на позиции номер 2 я тоже что-то не осмотрел. О, поврежденный файл. Это что? О, они постепенно восстанавливаются. Дневник собак. 40 часа с того момента, как Херрис меня предупредил. Он сказал, что прорыв в восточной линии обороны не минуем. Когда нанимаешься вот кучку одержимых префекционистов. Мы настраиваем гею Праем. 72 часа. Окей, ясно. Очень хочется узнать, где жанна умерла. Шею не сломай-ка так поворачиваешь. Что-то не так? Нам норы здесь не место. Мне здесь не место. Я сражусь с бесом, что угрожает нам всем. Но мое место на священной земле. А здесь я словно хожу по наконечникам стрел. Простите, что так получилось. Не извиняйся. Это все кончится. Мое копье. Мое слово. Ладно. Что же, приготовление шпиля мы видели. Придется сейчас делать... Кстати, да, нужно вот этот костер осмотреть. И снова бежать нужно. И да, бежать далеко. А спрыгнуть по-быстрому нельзя. То есть... Хотя нет, можно, конечно. Только последствия этого порошка могут быть очень плач... А что если я попробую так спуститься? Как думаете, что-то хорошее получится? Бум. Тратим ценное зелье здоровья. К примеру, ценные травы. Еще немножечко ударились. Но Евген любит прыгать со скал. Я думаю, в Зельде вы увидели достаточно, как я люблю лазить и прыгать по скалам. Мы вернемся к Зельде скоро. Очень просто хочется уже узнать, чем кончится Хорайзен Зерадон. И потом вернуться в Зельду и искать принцессу Лею в Зельде. Я знаю, принцессы Леи там нет, но я буду ее искать именно там. Ребят, ну это вы молодцы, конечно. Что это? Петра! Черт, возьми, мощная пушка. Я тестировать ее сейчас не буду. Мало ли она со стола пропадет. Молодцы, ребята! Хорошо готовитесь. С квотсами я не поговорил. Постойте. А, это муляж! Серьезно, то есть это муляжная какая-то штука. Возьмем травки. Насчет травы надо побольше будет набрать. Ну и быстро засейвимся. Так все-таки у меня остался вопрос. А что здесь? Что я тут пытаюсь поймать? Что мы логим здесь? А с кем я не поговорил? То есть метка есть, что нужно осмотреть. А с кем разговаривать, непонятно. И с кем я не поговорил? Нет, не понятно. Осмотреть приготовление на греки. Что я должен осматривать? А, с Петли надо говорить. А, значит, ты есть телой. Я думал, ты побольше. А у тебя платье крутое. Ну, потолще. Как шестерня, не как гвоздик. Я не в обиду. Ты девка очень ладная. Ты тоже ничего. Ты мне глазки строишь. Неподходящий момент. Неподходящий? Да битва даже не началась еще. Петра Кузнечиха. Со свободной горы. Я уйду с очередной пыльной бурей. Марат попросил меня осмотреть арсенал. Орудия в порядке. Но я еще прочистила им глотки, чтобы оширенели. Прочистила глотки? О, господи. Спасибо, Петра. Не буду мешать. Работать с металлом одно удовольствие. Береги себя, огневолосая. Огневолосая. Все персонажи в этой игре так разговаривали. Ну, почему? Всякие второстепенные... Ладно, именно всякие, потому что далеко не все, разговаривают интересно и прикольно. А все остальные разговаривают так, как будто они с кафедры пилологии. Чего проблемы? Вот и дом, милый дом, в котором я смогу отдохнуть. Выглядит мусор. Ну что, ложиться спать? Вроде со всеми делами разобралась. Ну, насколько мне известно, да, интересно, другие задания не до сих пор быть доступны. Как я понимаю, да, основных больше нет, осталось только вот это. Отдохните перед решающим соражением. Отдыхать мы будем наверху. Мне кажется, безопаснее было бы внизу лечь. Хотя, хотя это субъективное взглядное решение. Наконец-то, чуваки. Посмотрите, какая классная квартира в центре города. Еще укрепите оборону. Еще. А что значит, еще укрепите оборону? Как я могу ее укрепить? Давайте почитаем в заданиях. Ее можно как-то укрепить? Правосудие солнца. Но это всякие открытые дела, это всякие допы. Лагеря развода тоже, длина шеи и так далее. То есть все допы, котлы. В котлах мы не были. Но котел восьмого уровня, кстати, не обязательно должен быть простым. Точка невозвращения. Все. Финальная миссия начинается. Что же, здесь мы торжественно заканчиваем серию. Всем огромное спасибо за просмотр. Следующая серия и миссия, как я понимаю, последняя. Мы узнаем, чем же все закончится и так далее. Всем огромное спасибо за просмотр. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok